Лучших по профессии определяют в образовательных учреждениях Наринмара. Конкурсы профмастерства, всего их 12, уже прошли в социально-гуманитарном колледже и аграрно-экономическом техникуме. Там определили имена лучшего педагога, программиста, технолога, экономиста и ветеринара. Сегодня в Ненецком профессиональном училище определили лучшего в парикмахерском искусстве. Анна Лавриненко для участия в конкурсе выбрала самый модный стиль – прическу в стиле Голливуд. Легкие локоны, не спадающие на плечи. Такая прическа в этом году очень популярна. Сейчас я буду делать накручивание волос на плойку. Это такой вечерний вариант, да? Ну, праздничный, почему можно на день рождения сходить. Анна делает прическу на длинных волосах. Они, по словам девушки, выглядят эффектнее. В конкурсе важно все – общие впечатления, оригинальность и, конечно, качество. Вместе с Анной парикмахерскому ремеслу обучается 15 человек. Четверо из них – конкурсантки регионального конкурса профессионального мастерства. Конкурс профессионального мастерства среди обучающихся проводится ежегодно. Юный парикмахер уже умеет делать укладку на длинные и короткие волосы. А можно и мне что-нибудь в стиле Голливуд? Еще одна участница конкурса – Мария Плотникова. С мнением Анны не согласна. Кудри – это, конечно, хорошо, а вот стильная объемная укладка на коротких волосах никому не помешает. Я люблю делать людей красивые, мне это нравится очень. Преподавателю Ларисе Литовке нравится, когда ее воспитанницы повышают свой профессиональный уровень. А в будущем связывают судьбу именно с этим ремеслом. Да, конечно, ведь я уже не первый год работаю, я работаю 9 лет, и я уже сделала 3 выпуска. То есть, если посчитать, то я выпустила 70 учеников. И по городу, по нашему Наринмару, многие ученики работают в парикмахерских. Конкурс показал, что ребятам нравится их будущая профессия, все задания они выполняли с большим удовольствием. А победительницей стала Елизавета Хозяинова.